Таинственные и необъяснимые случаи путешествия во времени Возможно ли путешествие во времени? Ученые говорят нам нет. Но разве могут они быть уверены? Благодаря Голливуду и другим фабрикам грез, сегодня гораздо больше людей верят или, по крайней мере, хотят верить в то, что в один прекрасный день мы действительно сможем перемещаться сквозь время. Также существует целая гора фотографий, будто бы подтверждающих существование путешественников во времени. Снимки людей, выбивающихся из общего антуража, именитые двойники и странные несоответствия. Что это? Свидетельство реальности путешествий во времени или обычные плоды разыгравшегося воображения? Давайте разбираться! Хипстер. Вот с чего все началось. На данном снимке, обнаруженном в Британской Колумбии в 40-е годы прошлого века, из общей картины явно выделяется высокий мужчина в солнечных очках. И некоторые полагают, что он является путешественником во времени. Именно очки, а также весь его внешний вид, вкупе с фотоаппаратом, которого попросту не могло быть во времена, запечатленные на снимке, буквально вопят о том, что здесь что-то не так. Впрочем, эксперты заявляют, что одежда мужчины вполне соответствует своему времени. Таким образом, вопрос остается открытым. Кого же нам удалось обнаружить? Настоящего путешественника во времени? Или же самого первого в мире хипстера? Майкл Сера. Как проще всего можно скрыть факт того, что вы способны путешествовать во времени? Может, стоит пойти по пути на меньшего сопротивления и податься, к примеру, в кинематограф, где подобными вещами никого не удивить? Говоря об актере по имени Майкл Сера, возникают именно такие мысли. И данная фотография, сделанная в 30-е годы прошлого века в Германии, лишь подливает масло в огонь. Некоторые считают, что канадский актер был отправлен в прошлое с целью проникнуть в самое сердце нацистской организации. Другие склоняются к версии о том, что Сера, наоборот, попал в наше время, из прошлого, чтобы проникнуть в сердце Голливуда. Как бы то ни было, просто думайте о нем, как об эдаком Терминаторе, пускай и не столь страшном и кровожадном, как Арни. Рабочие фабрики В 2013 году в интернете активно обсуждалась видеозапись, на которой запечатлены рабочие фабрики Дюпон, что функционировало в Массачусетсе в 1930-х годах. И кое-что на этой записи выбивается из общей картины. Обратите внимание на эту рабочую, выходящую из фабрики и держащую возле своего уха предмет, напоминающий сотовый телефон. Как это объяснить? Ведь в те времена никаких мобильных и речи быть не могло, а все средства коммуникации занимали целые комнаты и были явно непереносными. Некоторые говорят, что это может быть обычным слуховым аппаратом. Звучит достаточно правдоподобно, но часто ли вы замечали, чтобы люди что-то говорили в слуховые аппараты? Вдобавок из всей толпы только эта девушка ведет с кем-то непринужденную беседу. Короче, мистика. Джей Зет Это Шон Картер. Родился в Бруклине, Нью-Йорк. Широкой публике Шон более известен как популярный рэп-исполнитель и музыкальный продюсер под псевдонимом Джей Зет. А это фотография, сделанная в 1933 году в Бронксе. Человек, запечатленный на ней, не просто имеет поразительное сходство с известным исполнителем. Здесь скорее следует пытаться искать отличия. Что это? Двойник или же человек, шагнувший в прошлое? Давайте собирать факты. От Бронкса до Бруклина всего полчаса езды. Первый альбом Джея называется «Разумные сомнения». И вот его обложка. В общем, выводы делайте сами. Дженнифер Лоуренс Еще один путешественник во времени от мира кино. Благодаря таким фильмам, как «Люди Икс», «Голодные игры» и «Мой парень псих», популярность Дженнифер Лоуренс как актрисы сильно выросла за последние пять лет. Но где же она была раньше? Если вы верите в путешествия во времени, то, пожалуй, не особо удивитесь, если мы скажем вам, что Лоуренс раньше была египетской актрисой по имени Зубейда Торват. Есть теория о том, что, стремясь пробиться в американский кинематограф, Торват сменила свое имя на более благозвучное Дженнифер. Что с фамилией, спросите вы? Здесь все еще проще. Кто у нас является самым известным уроженцем Запада, ассоциирующимся с Египтом? Правильно, Лоуренс Аравийский, путешественник из залива Сан-Хосе. На этой фотографии от 1917 года изображены люди, отдыхающие на берегу залива Сан-Хосе. И вроде бы все нормально, кроме одного, человека в центре снимка, который основательно выделяется на фоне остальных отдыхающих. Косматый парень, получивший прозвище «чувака-серфера», по мнению некоторых, подтверждает возможность путешествий во времени. Реакция других запечатленных на фото людей с подозрением, посматривающих на странного молодого человека, также играет в пользу того, что ему там не место. Фотошоп? Может быть. Однако ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Владимир Путин. Он ездит верхом, он охотится на тигров, он ищет и находит древние сокровища. Все верно, мы говорим о российском лидере Владимире Путине. А данные фотографии как бы намекают на то, что за Путиным числится еще одна необыкновенная способность, а именно путешествовать во времени. Некоторые вообще утверждают, что Путин бессмертен или является русским аналогом Капитана Америки. Что же до сторонников теории о путешествиях во времени? Они считают, что Путин использует свои способности для путешествия в наиболее тяжелые периоды российской истории и изменения ее курса. Геттисбергский путешественник. Полагаете, что тайные правительственные организации уже давно узнали, как путешествовать во времени? В таком случае представляем вам Эндрю Босягу. Юрист по профессии Эндрю утверждает, что когда он был ребенком, над ним проводили эксперименты в рамках проекта «Пегас», целью которого являлся перенос современного человека в 1983 год в местечко Геттисберг. Известно тем, что именно там, Авраамом Линкольном, была произнесена знаменитая геттисбергская речь. Доказательство? Босяга утверждает, что мальчик в центре этой старой фотографии, сделанный когда-то в Геттисберге, и есть он. Также Эндрю говорит, что он был в театре Форда в ночь, когда президента убили. Греческий лэптоп. Все мы знаем, что древняя Грессия была очень развитой для своего времени цивилизацией. Но чтобы настолько развитой, что имела доступ к современным технологиям? Бред, скажете вы. А что делать с этим барельефом? Некоторые эксперты считают, что изображенная на нем женщина занята тем, что смотрит что-то на планшете. Особо упертые сторонники этой версии также указывают на два отверстия на боковой части коробкообразного устройства, которые, по их мнению, являются ничем иным, как входом для кабеля питания и USB-портом. Конечно, определенные сомнения по этому поводу есть. В конце концов, древние греки попросту не смогли бы зарядить лэптоп, и у них не было Wi-Fi, с помощью которого они могли бы приобщаться к последним олимпийским сплетням. По Чарли Чаплину. Вы слышите меня, не так ли? Хорошо. А вот этот видеофрагмент, ставший достоянием общественности, несколько лет назад озадачило многих. В одном из эпизодов художественного фильма «Цирк» с Чарли Чаплиным, снятым в 1928 году, можно заметить женщину, говорящую по сотовому телефону. Скептики утверждают, что женщина использует вовсе не телефон, но простую слуховую трубку или какой-то иной слуховой аппарат, которые были очень распространены в то время. А кто-то считает, что женщина и не женщина вовсе, а переодетый в женщину-путешественник во времени, выходящий на контакт с людьми из своего временного периода. Ведь женщина на пленке явно с кем-то говорит, хотя поблизости с ней нет ни души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова